Торжественное подведение спортивных итогов года для всех, кто является частью масштабного уникального проекта «Дростхибины». Уже давно стало доброй традицией. Мероприятие состоялось на главной сцене Кировска. В Большом зале городского дворца культуры собрались лучшие спортсмены и их наставники. Воспитанники объединений, волонтеры и партнеры «Дрозда». Каждому в этот день были адресованы слова благодарности и каждому была вручена награда. Огромное спасибо компании «Фосагра» за то, что вот такое детище прекрасное. Мало того, что создано, оно еще и поддерживается и развивается. Огромное спасибо всем наставникам, всем помощникам «Дрозда», всем руководителям «Дрозда». Спасибо огромное за то, что вы делаете. 2023 год для тренеров и воспитанников «Дрозда» стал крайне насыщенным. Он включил более 300 мероприятий. Все они были посвящены 20-летию программы «Детям России. Образование, здоровье и духовность». Самым первым ярким масштабным мероприятием стала экспедиция нашего великого путешественника Федора Конюхова на тепловом воздушном шаре «Фосагра». Эту экспедицию он посвятил программе «Дрозда». А также спортсмены «Дрозда» со всех площадок компании «Фосагра» принимали участие в физкультурно-образовательных фестивалях в городе Анапа, Балакова и в Череповце. Итоговым ярким мероприятием стал фестиваль в Москве, участниками которого стало 200 человек. Три сотни мероприятий, половина из них регионального и всероссийского уровня. Практически в каждом юные спортсмены «Дрозда» поднимались на пьедестал почет, а в этот день они принимали награды по итогам всего спортивного года. Здесь, кажется, за счет, конечно, поддержки дисциплины и желания тренироваться, стать лучше, лучше всем. С тренерами нам очень сильно повезло, они у нас просто отличные. Здесь же чествовали тренеров «Дрозд Хибина», а также волонтеров и партнеров организации. Для наших студентов «Дрозд» это, наверное, не просто как партнер, а это, в принципе, семья. Да, это наш друг, потому что очень большое количество ребят занимались и продолжают заниматься в этой замечательной организации. А нас два учреждения, как филиал МАУ в городе Кировске и «Дрозд Хибины» связывает общая деятельность. Это развитие наших ребят в плане здоровья, духовности и образования. Сегодня «Дрозд Хибины» это 23 спортивных секции, в том числе уже две хоккейные школы Сергея Федорова, 50 инструкторов по спорту и 3000 воспитанников, для спортивного роста и развития которых созданы все условия. Я поздравляю всех нас с окончанием прошлого спортивного года, с началом нового спортивного года. Желаю всем спортивных успехов и удачи. Это замечательный проект. В результате него тысячи детей получают возможность заниматься спортом, получают возможность ездить на соревнования, получают необходимую экипировку. Этот проект позволяет действительно нашим детям быть здоровыми, развивает в них силу духа. А еще этот проект исполняет мечты и не только детские. «Дрозд» воплотил все, о чем я когда-то мечтал. Я занимаюсь всю жизнь хоккеем, мечтал работать по завершении карьеры с детьми. И я сейчас имею такую возможность. И все дети, которые сегодня будут на награждении, все прошли через «Дрозд». Не далее, как два часа назад они выиграли первое место на областном турнире «Золотая шайба» и награждены медалями, пупком и поездкой на финал «Золотой шайбы» в город Ессент-Киев. Открытие второй хоккейной школы Сергея Федорова в Кировско-Апатитском районе стало важным этапом развития организации «Дрозд-Хибины». А спортивные успехи наших юных хоккеистов, как и всех, дроздят – главное подтверждение того, что все делается правильно.